Дорогие мои, пишу видео в очень таком для меня немножко странном формате, потому что обычно такого рода видео я записываю, как бы к ним готовлюсь, камеру включаем или что-то такое. Но очень нагруженные дни, очень загруженный год, и поэтому я решила все-таки не откладывать и записать для вас это видео. Итак, в этом видео я расскажу вам о том, какие ритуалы необходимо вам провести в этом году. И еще раз напомню о неких переходных этапах. Итак, с 31 на 1 января сменится код года. Но, внимание, к нам не придет еще год дракона. Это все еще будет год кролика до 10 февраля. Но мы с вами увидим другое числовое значение года. Я сделала некое предсказание на следующий год. Вы можете его посмотреть в видео, но здесь я коснусь других моментов. Многие из вас думают, что вот смена года, а из-за года нецивилизованного наказания, который я предсказывала ранее, это год кролика, год нецивилизованного наказания, и он действительно отыгрался для меня именно так. То год драконам принесет сразу некую радость, некое счастье, и не будет столь тяжелым. Но это не так. Год, конечно, будет не годом нецивилизованного наказания, а годом просто ярких вспышек эмоций гнева. Причем все это будет происходить на числовом коде четных чисел, женских четных чисел и достаточно замкнутого пространства. Поэтому конфликты в основном будут внутренними. И рассчитывать на то, что год пройдет очень гладко, не приходится, а значит нам нужно подготовиться к этому году. Итак, как мы к нему подготовимся? Значит, с 31 на 1, я напоминаю, будет меняться числовой код года. И мы должны с вами распрощаться с негативом числового кода предыдущего года. Как это сделать? Нам нужно взять старенький календарик, я надеюсь, он у вас есть. Если нет, придется без него, но хорошо, чтобы он у вас был. Старенький календарик 2023 года. И наклеить его на некий листок бумаги, лучше белый, то есть не в клеточку. Под ним вам нужно написать все то, что вы не хотите брать в следующий год. И сжечь. Лучше проговорить даже в начале вслух, что я не беру с собой и сжечь. Сделать это надо 31 числа. Также 31 числа нужно взять какую-то старую вашу вещь, ношеную, не стираную. Я вообще хочу вам посоветовать походить этот день в ней. И к вечеру 31 числа эту вещь, этой вещью как бы обтереться. Прямо вытереть себя всю, включая волосы или всего, да. И даже ступни ног. Обтереться этой вещью. Завязать ее на узел и сказать. Завязываю на узел все беды, болезни и порчи. Останьтесь здесь. Заклят. Сказать это нужно 9 раз. После чего взять черный пакет, положить эту вещь в черный пакет, завязать этот черный пакет. Все приготовьте заранее, чтобы 31 не бегать, где черный пакет, где вещь и так далее. И сразу, 31 числа, внимание, вынести на помойку. 1 января. Что вам нужно сделать 1 января? 1 января вам нужно впустить радость в свой дом. А для этого нужно открыть окна, ну, хотя бы щелочки, да. Приоткрыть дверь, такой немножечко сквозняк сделать. Воскурить какие-то приятные для вас благовония. И сказать громко. Приглашаю в свой дом радость, счастье, здоровье, любовь, деньги. То, что важно для вас. Заклинаю. Сказать это нужно 12 раз. Запомнили? 12 раз. После чего вам необходимо закрыть двери и окна. И немножечко посидеть с ощущением, что все это вошло в ваш дом. Важно, с 31 на 1 вы все садитесь за стол и празднуете тот самый Новый год. И, конечно же, в большинстве случаев это и алкоголь, и шумные гулянки. Это не способствует правильной встрече Нового года. Поэтому какие-то ритуалы, связанные с новогодним столом, такого рода, я вам дать не смогу. Но хочу обратить ваше внимание, что вы можете правильно накрыть стол. А это значит добавить на стол яркие свечи. Оранжевые, зеленые, красные. Это свечи, которые приносят в дом энергию, которая так необходима. Конечно, блюда стоит тоже украшать. И самим тоже одеться праздничным образом. Теперь с 31 на 1, уже по доброй нашей традиции, я буду делать ритуалы. Я не сижу и не пью за столом. Эта ночь для меня ритуальная ночь построения следующего года. Итак, с 31 на 1 я буду делать ритуалы для тех, кто ко мне обратится за помощью. Обратиться за помощью, за ритуалом. Что значит за помощью, за ритуалом? Это будет ритуал на счастье в следующем году. Можно до 30 декабря 16 часов. 16 часов. Почему? Потому что потом будут другие подготовительные этапы, а мне нужно успеть ваши фотографии распечатать, успеть все приготовить на алтарном столе. Поэтому прошу уважать мое время. И не писать мне 31, а я забыл обратиться. Ритуал будет проводиться на расстоянии по вашим фотографиям. Имеет минимальную номинальную стоимость. Это мой вклад в вашу жизнь. Это сказала. 1 января мы с вами встречаемся для того, чтобы правильно встретить Новый год. Это будет вебинар на истории, то есть ритуальный вебинар. На нем вы можете тоже поучаствовать и потратить 1 января свое время на то, чтобы правильно сформировать следующий год. А еще я готовлю для вас видео, ссылочку на него оставлю, где я вам расскажу, как правильно спрограммировать следующий год с помощью карты желаний. Не то, что вы вырезаете из газет, из журналов, или покупаете готовые картинки и наклеиваете себе на ватман или еще куда-то, с надеждой, что это у вас избудется. Конечно, возможно, сбудется, потому что вы это хотели, что-то делали. Это определенная мотивация. Я не против мотивации. Но я вам расскажу именно магические хитрости для того, чтобы поработать со следующим годом. Ну, вот как-то так получилось такое видео. Я надеюсь, оно будет для вас полезным. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok